Всем привет! Меня зовут Антон Ясиров и сегодня я расскажу, на что снимаю видео и на что записываю звук для проектов, над которыми я работаю. Поехали! Пожалуй, первое, с чего стоит начать, это моя камера Panasonic GH5, которая изменила подход к моей съемке в целом. Она позволила мне снимать практически все мои проекты прямо с рук, не используя при этом моноподы, штативы и стабилизаторы. Так как же этого удалось достичь? У меня есть 5-осевая матричная стабилизация, которая с легкостью объединяется с оптической стабилизацией вашего объектива и дает максимально сбалансированное изображение без тряски, даже при быстрой ходьбе. Это позволяет легко перемещаться по площадке и не таскать за собой ничего лишнего. Из особенностей, которые мне еще очень нравятся в этой камере, это электронный видоискатель, который с легкостью позволяет снимать даже в самую яркую солнечную погоду. Два слота для карты памяти, которые сделают вашу съемку более продолжительной. Из карточек, кстати, я использую карточку SanDisk Extreme Pro и карточку от Panasonic. Обе карточки позволяют писать в максимальном разрешении прямо в камеру, вплоть до 400 Мбит в секунду в 10 бит. Еще мне нравится этот откидной экран, который позволяет снимать с любого ракурса и это также теперь является для меня незаменимой вещью. А также достаточно емкий аккумулятор, который позволит записывать 2 часа, не останавливаясь. Если вы хотите узнать об этой камере поподробнее, обязательно переходите по ссылке в описании на обзор, который я уже записывал ранее. Если же вам интересны настройки этой камеры, обязательно напишите об этом в комментариях и я сделаю для вас отдельное видео. Перейдем к объективам. Почти все объективы, которые я использую, это объективы от компании Panasonic. Почему так? Ну, первое, потому что я не люблю всякие железки между объективом и камерой. Ну и второе, это, конечно, надежность. Никто не может на площадке гарантировать, что ничего неожиданного не произойдет, но минимизировать это можно. И это в ваших руках, не стоит об этом забывать, когда вы пытаетесь сэкономить. Первый объектив, с которого мы начнем, это 12 мм 1.4, что является эквивалентом 24 мм на полном кадре. Почему я выбрал именно его? Я всегда хотел иметь объектив, который позволит снимать в полный рост, даже в достаточно тесном помещении. И не заставит вас отходить назад, когда это попросту невозможно. Второе, это, конечно, показатель светосилы, который является очень важным для микро 4.3. Мне не приходится сильно задирать ISO даже в достаточно темном помещении. Ну и последнее, это то, что этот объектив, хоть и достаточно широкий, но не сделает ваше изображение бочкообразным по краям. В общем, есть в этом объективе какая-то магия, которая заставляет в него влюбиться и заставляет остановить свой выбор именно на нем. Следующие два объектива имеют одинаковое фокусное расстояние, но появились у меня с разницей примерно в два года. Первым появился это вот этот 42.5-1.7, который полюбился мной за достаточно компактные размеры. Вот такой вот внешний вид у него, если снять бленду. С бленды, конечно, он особо больше не становится. Ну и, конечно, за то, что он достаточно легкий, что является несомненным плюсом, когда вы снимаете с рук несколько часов подряд. В нем есть оптическая стабилизация и изображение, которое он выдает, является достаточно приятным. Следующая версия это 42.5-1.2. Этот объектив в раза 4 дороже, в раза 4 больше и в раза 4 тяжелее. Вот такой вот внешний вид у него даже без бленды. Он существенно больше прошлой версии. Чем он мне понравился? Это более резкой картинкой и достаточно, в принципе, мягким, приятным изображением. Он металлический. В нем также есть оптическая стабилизация, которая, правда, здесь уже включается и выключается прямо на объективе. В общем, рекомендую его, если вы хотите улучшить качество ваших видео. И в целом бюджет позволяет. Следующий объектив это 25-1.4, что в эквиваленте на полный кадр является 50 миллиметрами. Одним из самых популярных фокусных расстояний среди всех видеооператоров. Именно на эту линзу я сейчас снимаю себя и именно этот объектив я рекомендую покупать первый, так как он позволит снять полноценное красивое видео без лишних заморочек. Следующий объектив это 75 миллиметров 1.8. И, пожалуй, это единственный объектив, который у меня не от компании Panasonic, а от компании Olympus. Стекло достаточно привлекательное, имеет габаритные размеры, но если скрутить бленду, то он становится значительно меньше. Собран очень качественно и выполнен он из металла, что, опять же, добавляет надежности. Приобрел я его скорее для репортажной съемки, так как он позволяет мне находиться от людей максимально далеко и оставаться долгое время незамеченным, а людям, соответственно, вести себя более свободно. Теперь поговорим про звук, который я записываю не на отдельный рекордер, а, условно говоря, прямо в камеру. Начну с моего любимчика. Это накамерный микрофон от компании ROT либо ARD, кто как называет, под названием видеомикро. И главным критерием при его выборе стала именно возможность питаться от шнурка прямо от камеры, а не от отдельной батарейки. До этого у меня был микрофон этой же компании, только ему требовалась всегда батарейка, и, как правило, я часто ее забывал на съемке, а значит, и оставался без микрофона совсем. Следующее, что в нем понравилось, это его компактные размеры. Без ветрозащиты он выглядит вообще вот такой вот малюткой, но без нее я крайне не рекомендую вести запись звука на улице, так как он с легкостью ловит даже самые мелкие порывы ветра. Сейчас уже многие из моих коллег записывают на него основную часть звука, а значит, зарекомендовал он себя достаточно хорошо. Дальше поговорим про радиосистему и петличный микрофон, на который я записываю себя прямо сейчас. Это ROT Wireless GO и петличный микрофон от компании Sennheiser Mi 2.2, либо Mi 2 второй версии. Ссылочки на обзор, который есть уже у меня на канале, я обязательно оставлю в описании, так что не поленитесь, перейдите и узнайте об этой системе поподробнее. Это была только первая часть оборудования, которую я использую. Если тебе понравилось данное видео, обязательно напиши об этом в комментариях, и тогда следующее видео с другим оборудованием выйдет как можно быстрее. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать и следующие видео. До скорых встреч, пока!